Всем привет! С вами Евгений, мой был Telephone.ru. В этом году компания Samsung, испугавшись отзывов и результатов собственных исследований чипа Qualcomm Snapdragon 810, взяла для своих флагманов процессор фирменной разработки Exynos 7 Octa 7420. Этот чип хорошо зарекомендовал себя по части производительности, нагрева и энергопотребления. Так что можно сказать, что корейский производитель не прогадал, отказавшись от Snapdragon 810, об которого многие пообломали зубы. Китайская компания Miiz вообще никогда не применяла продукцию Qualcomm, отдавая предпочтение Samsung Exynos и с недавних пор Mediatek. Были предположения, что новой модели Pro5 может достаться разработкам Mediatek Helio X20, в MX5 стоит X10. Но в итоге мы имеем дело с Exynos 7 Octa 7420. Чипсет выполнен по 14-нанометровому техпроцессу, поддерживает вычисление 64-бит и включает 8 ядер. 4 быстрых ядра Cortex-A57 по 2,1 ГГц и 4 медленных ядра Cortex-A53 по 1,5 ГГц. В зависимости от задач, процессор автоматически распределяет нагрузку по разным ядрам. За графическую часть отвечает ускоритель Mali-T760 MP8 с частотой 770 МГц. Объем оперативной памяти LPDDR4 с частотой 1600 МГц может составлять 3 или 4 ГБ, в зависимости от модели Pro5. У 3-гигабайтной версии быстрой памяти UFC 2.0 32 ГБ, а у 4-гигабайтной 64 ГБ. На бумаге начинка впечатляет. А как на деле в связке с разрешением Full HD? А на деле все просто замечательно. В Lara Croft Relic Run встроенная ларочка бегает почти все время при стабильных 59-60 фпс. В игрушке Crash Drive 2.0 машинки практически все время ездят при 59-60 фпс. В игре Мир Танков с максимальной графикой и всеми эффектами в ангаре стабильные 30 фпс. Видимо лог. А во время боя фпс большую часть времени держится в пределах 50-60 фпс, в особо интенсивных боях опускаясь до приемлемых 25-30 фпс. В Asphalt 8 с самой высокой графикой в гараже стабильные 30 фпс. На дневной и ночной трассах те же 30 фпс с редкими просадками. Близкие к 30 фпс значения аппарат демонстрирует и в GTA San Andreas с наивысшей графикой, и в FIFA 16, а также в Modern Combat 5. В Темном Рыцаре фпс большую часть времени превышает 30-35 фпс, иногда поднимаясь и выше 50. До 60 может подниматься фпс в Hitman Sniper. На самой первой трассе Real Racing 3 фпс в основном держится на 30-35, иногда опускаясь до 20, а иногда поднимаясь выше 40. С Angry Birds 2 тоже никаких проблем. На карте и локации боя честные 59-60 фпс с редкими и короткими просадками до 50 фпс или около того. Труднее всего Pro 5 справляется с двумя тайтлами от студии Madfinger Games, Dead Trigger 2 и Unkilled. Надо сказать, что эти игры с наивысшими настройками не идут идеально ни на одном андроид флагмане, что можно объяснить как реально навороченными эффектами, так и недостаточной оптимизацией, либо обоими моментами сразу. В Unkilled, кстати, не забудьте после выставления высокой графики перезагрузить свой аппарат. Pro 5 обеспечивает неровные 19-30 фпс на открытых локациях и почти стабильные 30 фпс на закрытых. В Dead Trigger 2 открытые локации, но главным образом бензоколонка, очень мощный уровень, тоже имеет свойство подлагивать при нестабильных 15-40 фпс. Но на кишкообразных уровнях фпс внезапно может подниматься до 40-60, радуя плавной картинке. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Показатели в бенчмарках с производительным режимом Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мобилтелефон.ру, жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!